Напугались, потому что, понимаете, как будто бы какая-то лавина льда сошла с крыши, и это был такой грохот, прям стены задрожали. Настоящий шок испытали жильцы аварийного дома на Первозападной 49А. Месяц назад в одной из квартир рухнул потолок. К счастью, обрушение произошло в пустующей квартире. Но инцидент до ужаса напугал людей, и сегодня они рассказали и показали, почему. Угол в моей кухне уже несколько лет подряд течет. То есть, потому что крыша полностью аварийная. И вот эта стена, эта несущая стена, она тоже вся мокрая. Сильно провисла, но я думаю, что осенние дожди сейчас начнутся, и у меня здесь произойдет обвал. Сырость, ветхость и плесень в каждой квартире и подъезде. В этом году аварийный дом смогли покинуть лишь те, кто успел приватизировать свои квартиры. Ибо в рамках краевой программы дали деньги на покупку жилья. Оставшиеся живут здесь по договору соц.наема, ждут очереди и гадают, когда дом разойдется по швам. А вот так жители аварийного дома развлекаются. Ставят маячки на стене, чтобы отследить, как быстро и стремительно расходится их дом. Так, за 2017 год их дом разошелся где-то на 3 сантиметра. А уже за 2018 год в два раза больше, примерно на 6 сантиметров. Жители неоднократно обращались в администрацию района и Министерство строительства края. Но там лишь говорят, что квартиры выделят, как только их получится купить. Но это будет не скоро, уверен общественник Игорь Берг. Аукционы были сорваны по квартирам. Почему? Потому что выставлена была очень низкая цена. За одну квартиру они просят 660 тысяч, за другую 1,98 млн и за 1,260 млн. Ну а что застройщик за это может предложить? За 1,250 млн может предложить маленькую студию с черновой отделкой. Квартиры закупали по среднерыночной цене, пояснили в мэрии. И добавили, что вновь собираются провести аукцион на закупку квартиры. А пока жителям предлагают альтернативу. В связи с аварийным состоянием строительных конструкций дома, жители неоднократно были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат на оплату расходов по найму жилого помещения или предоставления помещений маневренного фонда. Однако за предоставлением помещений маневренного фонда, компенсацией расходов по найму другого жилого помещения, в комитет жилищно-коммунального хозяйства жители не обращались. Но жители боятся, что если сейчас съедут из аварийного дома в съемные квартиры, то обещанного нового жилья им уже не дождаться. Ведь действие программы, в рамках которой их должны расселить, заканчивается в этом году. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.